Совсем недавно, ища материал к новому ролику, я наткнулся на один странный канал, посвященный Гарри Смоду. Название и описание канала гласит, что здесь публикуются перезаливы старых видео этого игрока, которые были записаны еще в далеком 2006 году. Давайте взглянем на эти видео и попробуем разобраться, что же здесь не так. Первое видео называется «Прекрасный день Джимена в Сити-17». Здесь мы видим простую анимацию, однако на протяжении всего видео появляются какие-то гличи, да и само содержание видео немного не сходится с названием. Видео кажется вполне обычным, но что это за странные гличи? Ответ на это находится в описании. Раньше на канале у этого ролика было несколько тысяч просмотров, хотя это не так смешно, как я помнил. Извините за битое видео. Видео просто оказалось битым, и скорее всего ничего странного здесь нет, если конечно не брать во внимание поведение Джимена. А вот в следующем видео происходит уже что-то действительно странное. На первый взгляд это самое обычное видео, но если прислушаться, то можно услышать крики на заднем фоне. А затем мы слышим выстрел. После выстрела крики прекращаются, и спустя несколько секунд игрок замечает Джимена в окне, и мы снова слышим крики. Игрок говорит, что мы можем слышать, как его родители ругаются на заднем плане. От этого уже становится не по себе. Учитывая, что мы услышали выстрел, явно ничем хорошим это не закончилось. Однако у меня вызывает вопросы поведения игрока. Почему он никак на это не реагирует? Возможно это был вовсе не выстрел. Ведь когда появляется Джимен в окне, мы снова слышим крики. Но в любом случае, игрока ничего не смущает, он просто продолжает играть. В следующем видео игрок показывает, как делать ловушку для мусора. Все идет совершенно нормально, но как всегда, самое страшное происходит в конце. Обычную музыку вдруг заменяет нагнетающий эмбиент, и мы можем видеть, как кто-то выходит из темной комнаты. К сожалению, качество видео не позволяет рассмотреть эту фигуру тщательнее, но могу предположить, что это Джимен. Перед тем, как я покажу вам следующее видео, давайте прочитаем его в описании. Помимо классики, большая часть того, что я нашел на старом компьютере, это просто короткие клипы, которые мне должно быть хотелось записать в то время. Я загружу несколько забавных или странных, которые мне нравятся. Видео начинается с того, что игрок расставляет свет на входе в темную комнату. Затем, он с опаской и включенным фонариком идет смотреть, что там, и затем начинает убегать. Я пересмотрел этот момент кучу раз, и я лично ничего там не увидел. Скорее всего, игрок просто испугался темноты. Во втором футаже игрок спавнит зомби на карте GM Construct. И уже на второй секунде видео мы видим странности, а именно помехи на экране. И появляются они не просто так, ведь в дверном проходе кто-то стоит. И помехи эти появляются только тогда, когда этот объект попадает в поле зрения игрока. Но игрок его не замечает, и в конце он снова смотрит в ту сторону, и видео обрывается с сильными помехами. Честно говоря, это мне напомнило Сандермена, ведь он тоже вызывает помехи на камере, если его снимать. И последний, третий футаж. Давайте я ничего не буду говорить, просто посмотрите это видео сами. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ладно, давайте по порядку. Игрок подходит к крутящейся карусели, его убивают, и затем экран темнеет. А на фоне слышен, как летают мухи. А затем мы слышим какие-то странные звуки, как будто кто-то дышит или пытается что-то сказать. После этого, с очень громким звуком, видео продолжается. И мы видим, как игрока отбрасывает от удара качелью. Затем он возрождается, подходит к тому месту, и видео заканчивается. И вот мы переходим к последнему на данный момент видео на этом канале. Для начала, давайте обратимся к описанию. Я не уверен, что помню что-нибудь из этого, но кажется, теперь я понимаю. Видео начинается со странных нагнетающих звуков. А затем мы видим Джимена. Игрок что-то делает, и в один момент, стол, стоящий рядом с ним, начинает двигаться. Он смотрит в сторону темной комнаты. И затем мы видим кадр изнутри. Игрок заставляет вход в комнату металлическими ящиками. Давайте немного повысим яркость на этом стоп-кадре. Мы можем видеть чей-то силуэт. Честно, я не знаю кто это. И на Джимена это существо не похоже. Игрок начинает спавнить очень много взрывных бочек. Думаю, вы понимаете, что он хочет сделать. Он их взрывает. Игра начинает жутко лагать. И буквально на одну секунду на экране появляется лицо. Только в этот раз уже крупным планом. Открыв игру снова, игрок бежит в темную комнату. Начинает играть громкая музыка. И затем игрок видит черные пятна. Что ж, давайте попробуем разобраться, что же здесь происходит. Одна из теорий звучит так. Еще в 2006 году игрок выполнил ритуал сбоя сервера, который воскресил Рэгдолл после сожжения на кресте. После того, как сервер крашнулся, обугленные останки Рэгдолла превратились в черный как смоль сосуд, который новая сущность будет использовать для взаимодействия с окружающим миром. Осознав то, что она находится в Гаррис Моди, эта загадочная сущность начала преследовать игрока на расстоянии, чтобы попытаться выяснить, как она сама может выйти из игры. Однако из-за того, что сущность была похожа на жуткую техно-мерзость, само ее присутствие начало сказываться на компьютере игрока. Аудиовизуальные искажения, которые сопровождали сущность всякий раз, когда ее снимали на камеру, и так далее. Чем дольше существо оставалось в игре, тем мощнее оно становилось. К моменту выхода предпоследнего видео, его простое присутствие в локации игрока сильно испортило как отснятый материал, так и законы физики игры. Когда время истекало, сущность решила в последнюю минуту реализовать свой план по побегу из Гаррис Мод. На данный момент сущность преследует игрока достаточно долго, чтобы знать о нем практически все, особенно о разрушительных возможностях его арсенала. Они использовали свое присутствие, чтобы заманить игрока в ту часть карты, которой они боялись больше всего. Ту, которую они редко посещали, что позволяло сущности медленно ослаблять ее с течением времени. Поскольку эта часть карты была ослаблена, она была бы гораздо более подвержена крашам и гличам. И, как мы все знаем, взрыв кучи бочек в небольшом месте обычно приводит к сбою игры. Как итог, обманом заставив игрока конфронтировать с ним, сущность по сути заставила его сделать взрыв, который был настолько мощным, что сломал ослабленный код области и создал отверстие, которое позволило сущности выйти из игры и перенести себя куда-нибудь еще, предположительно в более продвинутую игру, или даже в сам интернет. Что ж, звучит вполне себе правдоподобно. Мне кажется, в этом определенно есть смысл. Не знаю, что еще сказать, пишите в комментарии, что вы думаете. Можете выдвигать также свои теории, я их обязательно прочитаю. ARG вышла довольно неплохим, учитывая, что она выходила 6 лет назад. Хоть оно и короткое, но зато интересное, и местами даже страшное. Ну а на этом, в общем-то, все. Спасибо всем за просмотр этого видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!